Сейчас мы находимся в международном континенте, впереди нас Азия, едем по турецкой территории, где мы находимся в международном континенте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот так вот жили Дарвиши 1200 В такой коморке жил просветитель Дарвиши. Он их обучал, рассказывал о жизни. Вот выходя из этих таких комнатушек, это так же, наверное, как в наших монастырях. И вот в каждой из них здесь жил султан Билет. Бехаддин султан Билет. Он его инструктировал, вот этот глава, который ему только что были, вот читали Коран, и они здесь. Я, честно говоря, не знаю, как они жили, но такой холод здесь. Это просто болезнь. Я уже заболела здесь. Но вот они вот живы. Смотрите, 14 век. Вот такие. Вот хюкринишин, он читал, значит, он закончил, как посвящение в Дарвиши, тысячу и одну ночь. Представляете? Тысячу и одну ночь, значит, читал молитвы. И после этого он был посвящен в Дарвиши. Так вот люди хотели быть в их комьюнити, в этих Дарвишах комьюнити. Такие жертвоприношения были, читали молитвы. Постолько дней. Это то же самое, что тысячу и одна ночь, когда Шахиридазад рассказывал сказки султану. Из жира делали. Вот так вот жили пещерные люди. Люди в пещерах. Дарвиши. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Турецкая армия идет на смену в Мавзолее, так же как у нас смена караула была у Ленина. Так же сейчас в Турце идет смена караула. Турецкая армия идет на смену в Мавзолее. Вот уже поменялась охрана. Стоп! 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 Смотрите, они протирают их, хотя он пустит. Когда стоят, они не греют ножки. Для этой перевозочной пушки он перемещен из Долма-Бахчи. Смотрите, на что вы наступаете. Внутри сейчас мы увидим колонны, которые целиком стоят на две части. Когда их сюда везли, откуда их привозили, все эти колонны были готовы просто. Но не с тобой, они были в античных городах. Там только одна колонна осталась, а так их было где-то 120-125 колонны. А они где сейчас находятся, они все находятся сейчас внутри, вот в этом здании. Вот эти все колонны, которые были перевязаны. Не только с Крама, не только с Эфисом. Куда? Мы еще ее брали в Сирии, а с Египта привозили. Газные колонны, которые называются как маршиз. У них просто на площадке нету таких колонок. Он не мог этот раз видеть. Мы сейчас нашли вот в Сирии. Он и он сейчас нашли вот в Сирии. Он тут передаясь. Он находится на ценности, но и в Сирии. Здесь все было. Он открывается. Он не может делать. Я так ему надо. Он здесь обладает. Он, на этом, на нашем этом. Он находится в русском. Он будет здесь. Он, в Ленин и тренер. Он имеет в свой узел в виде, Он будет использование. Над императорской дверью, как я вам говорил, вот смотрите, все было шпаглевывать, тоже было шпаглевывать. Ну ладно, вот над вами еще свечи Касты и вот над императорской дверью, вот, смотрюсь, там мозаики. Если вы сравнили с голубой мечей, там 20 с половиной метров было, то у нас с ним таки построено. Занят в столбике 30 батюшка, и все османские архитекты, которые соревновались, с ним пытались делать, только для Марсина это сделано. Когда мы строили, собрали купол, у нас купол из землетрясения происходит, и что там делают? Вот строят новые куполы, потом меняются уровень и начинают строить новый купол. Смотрите, окна оказываются в Христа, мы сейчас туда пройдем. Это самая первая мозаика, которая была сделана в этом месте с лицами, с силуэтами, а так она еще в других местах есть. Вот смотрите, стена с левой стороны, вот там видите, Патриарха открыли, еще двоих там открыли. А сколько лет это есть? А сколько лет это есть? Здесь был Дима Марина. Ну, что мы делаем сейчас? Сейчас здесь будет служба. На этом месте. Сейчас я ее сделаю. Это все тоже, собственно, начинаем. Сейчас справа сделаем. Когда строили это здание, значит, вот на этом месте две легенды есть. которые рассказывают про это, проявили все, что там вообще происходит. Говорят, что помогали. Забирались на этих балкончиков. Сейчас сбывается фильм. Идем на второй этаж, конечно, все уже на грузовозном. Сейчас будет активация. И все такие. Здание было построено 1500 лет. Сейчас мы на грузовозном стане ближе. И начнем стане ближе. Какая вот красота была построена здесь 1500 лет назад. Но, конечно, это все перестраивалось, переделывалось. Здание, как они говорят, отклонено, где-то сантиметров на 30, наверное. Поэтому они сейчас какие-то делают там подпорки, реставрируют очень медленно, так как денег нет. Но хоть что-то делают, восстанавливают. И прямо видно по полу, что одна сторона пола такая возвышенная, другая сторона пола уехала куда-то в сторону. и у них больше свои деньги. И у машин никого не будет. И у машин никого не будет. А мы только начали. Мы искали. Мы искали. Здесь султан принимал всех людей. И вот эти вот ковры, они обозначались по значимости. Значит, если ковер султан клал перед собой, и он самый-самый дорогой, и, допустим, там вышивки с таких драгоценных камней, то этот гость для султана был очень важный. Если он клал какой-то ковер, такой не совсем нарядный, то гости уже знали, что для султана этот гость не важен, он может даже ему или нет дать времени, чтобы с ним пообщаться. То есть вот этими камерами было, как говорится, обозначено, важен ли гость для султана или нет. Вот в маленькой комнатушке, они называют его диван. Здесь сидел султан, и он принимал вот здесь эти гостиницы. На этом месте была коронация султана. Они, значит, сидели перед входом вот этого сарая. В эту каменную подставку ставился флаг, и султан сидел в этом месте. То есть это как бы была... Ну, флаг, сами понимаете, это города страны, это все. И вот здесь вот на этой площадке все гости везли, ждали коронации. Гости приезжали для встречи султана с разных стран. Они приходили, и им была показана мощь и могущественность султанской османской власти. И вот здесь ходили по территории. Ну, конечно, они были привязаны львы, всякие зверюшки. И там вот, когда по аллее вы идете, можете увидеть такие небольшие каменные кормушки, где кормились павлины, тигры, львы и другие жирности. То есть вот султан хотел показать мощь своей османской. А вот это кирпичное здание, это был банк. Сюда приходили раз в месяц иначары и им выдавали вот здесь вот два плата на территории ТОП КОП. Вот это вот столовая, это кухня сейчас мы с вами идем. И там, значит, готовили на десять тысяч человек. В этом ТОП КОПе прошивало десять тысяч человек. А кто занимался уборкой, чистыми всеми делами, это были мальчики, маленькие мальчики. Их воспитывали здесь. Они проходили через ад, конечно. А потом, после всей подготовки этой, они становились главами городов, помощниками городов, очень такими значимыми людьми. Мы их здесь готовили жестко. Вот такие. Вот, с такими данными отводами сейчас мы зайдем, рассмотрим, что там было. И как они готовили на десять тысяч человек. Для султана была отдельная кухня. Он ел отдельно от своей семьи, потому что они боялись быть отравленными. И поэтому семья кормилась отдельно, и султан кормился отдельно. У него была абсолютно другая кухня. Все вот эти вазы были приготовлены для султана Махмуда II, из Франции привезенные. И все его знают, Махмуда II, это тот, который султан моего сердца. Вот это был Махмуд II. И все вот эти принадлежности были привезены из Франции для него. Не разрешают здесь снимать, но вот это вот были кухни. Вот это были кухни вот такие, в таких чинах, топчинах, готовые снимать. Конечно, не разрешали. Сейчас мы находимся с вами в погребальне, где были похоронены султаны. Ну, не все, конечно, и их приближенные. Мы понять не можем, но похоже, что не было. И вот это был махмудский султан. Она под нами, похоронена. Была Махмед II, как бы, сестра, которая хотела его свернуть. И он ее отослал подальше от себя. Это женщины, видишь, они без шапочек. Вот жены были похоронены здесь. Женщины и сестры. Ну, видимо, вот это как у его сестра была по отцу или не родная сестра. А вот все остальные были мужчины похоронены. Сам султан был похоронен вот так. Вот без шапок это тоже были женщины похоронены. Но они не в гробницах находятся, они находятся в земле. Это просто такие надгрупные постройки. Вот в такой красоте. Сейчас можно увидеть султан Влад, потом султан Ахмед Хам, потом Валидея, мать его похоронена, султан Осман. 1603-1622. Мать была похоронена. Родилась в 1589-ом, походили в 1655-ом. Вот никогда их нет. Это и генеральная. Вот султанов вот такие очень красивые. В общем, короче, это все женщины. Ну, причем жили бы мы, скажем, долгую жизнь. Здесь похоронен султан Ахмед и вся его семья. А султан Селин, как я понимаю, султан Сулейман, великий султан. Он похоронен, он там где-то где-то другое. Сейчас надо его найти где-то. Великий. Великий сад... Огонь. Великий сад... Камеру взял, вылетворился, Продолжение следует...